Сделано в Вятке Правда, зачастую они попадали в наш город не по своей воле Это была так называемая ссылка Они здесь работали, они здесь жили Оставили после себя очень и очень весомый и заметный след И вот одна из таких личностей Это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Как принято его называть В этом году, в 2018-м Исполняется ровно 170 лет С момента приезда как раз таки в ссылку Михаила Евграфовича в город Вятку Все верно? Спрашиваю я Елену Черкову, заведующую музеем Салтыков-Щедрин Абсолютно верно Абсолютно верно Добрый день, чувствуйте себя как дома Надеюсь, такая уютная атмосфера Сразу же хочу спросить Специально к этой круглой дате Что в музее, который вы возглавляете Приготовлено или готовится? Немножко забегая вперед, наверное Мы будем открывать свое мероприятие Потому что дата прибытия Салтыкова-Вятку Считается 7 мая Профессиональный праздник радийщиков 7 мая 1848 года У губернаторского дома Становилась дорожная коляска Из которой вышел молодой человек среднего роста Потирая руки, он сказал, укатали черти Это и был цельный чиновник Салтыков И вот с этого времени 7,5 лет Салтыкову пришлось В Вятке проживать Представьте себе Я хочу слушать и спросить Вам 22-23 года И вы оказываетесь в провинциальном городе Вдалеке-вдалеке от своего дома Вот представить бы сейчас Что чувствовал Михаил Евграфович В тот момент Наверное, чувства были неописуемы Потому что после того, как ему была предложена первая должность А основным условием ссылки Это была государственная служба Поэтому он обязан был служить государству Определен был мелким чиновником Губернскую праву Ну и оказавшись в связской глубинке Соответственно, оценив ситуацию Он написал Петербург своим друзьям Чтобы ему дали хорошие рекомендации Ну и соответственно, когда губернатор Середа Эти рекомендации получил Вот после этого он забрал чиновника к себе Так как в доме на Спасской Находилась не только квартира губернатора Еще находилась его канцелярия Ну и соответственно Салтыков понимал Что другого способа освобождения Ссылки, чем ревностные службы у него нет Служил он очень хорошо И через два года после этой службы Губернатор сделал его своим советником Давайте не будем забегать так быстро Давайте напомним все-таки слушателям И всем нам, за что Салтыков к нам попал-то сюда В Вятку Дело заключается в том, что Салтыков В принципе закончил царско-сельский лицей Тот же самый, который заканчивал Пушкин Это учебное заведение готовило чиновников Для высшей государственной службы И в сущности Салтыков собирался строить свою карьеру После окончания лицея он и начал государственную службу В военном ведомстве соответственно Да, в канцелярии военного министерства И в лицее, еще так будем говорить, он баловался стихами И они были довольно неплохие Потому что по традиции лицеисты ежегодно в каждом выпуске Выбирали самого лучшего поэта И называли его своим Пушкиным Так вот, по единогласному мнению своих одноклассников Молчаливый Салтыков был признан Пушкиным 13-го выпуска А поступив... Это было в 1800 Ну, он соответственно... Так, если он в 1826-го года рождения Да, в 1826-го года Ближе к 40-м где-то Вначале он учился в московском благородном пансионе Затем в царско-сельском лице Ну, а после окончания лицея Как раз он и попадает в канцелярию военного министерства И теперь он уже начинает писать прозу И вот в 1848-м году Из-под его пера выходят два прозаических произведения Это повести противоречия и запутанное дело Но основой для ссылки, конечно, послужила именно повесть Запутанное дело В 1848-м году во Франции произошла революция И поэтому царское правительство усмотрело В произведениях Салтыкова Вредные революционные тенденции И в ночь с 21 на 22 апреля он был арестован Помещен на Гауптвахту При военном министерстве И буквально через 2-3 дня ему был вынесен приговор Отправить Салтыковой в Виатскую ссылку Без указания окончания ее срока Ну, принято считать, что изначально руководитель Салтыкова Чернышев, да, по фамилии Он вообще просил императора Николая I Сослать на Кавказ прям вот куда-то Подальше, подальше вообще от столицы Известно такое? Ну, таких сведений у нас нет, но, тем не менее Вятка была местом ссылки И, соответственно, еще до Салтыкова Вятки отбывали ссылку такие величины Как архитектор Витберг, писатель Герцен То есть, в общем-то, это направление Было уже знакомо Да, проложена была дорога Ну и вот После того, как он был переведен В канцелярию губернатора Два года он служил в канцелярии губернатора И так успешно, что губернатор Сделал его своим советником Вот вы уже сказали, что в Вятку он прибыл 22 года А в 24 года он стал советником губернатора Это была очень высокая должность Третье лицо в губернии Губернатор, вице-губернатор Советник губернатора Ну и вот теперь уже на посту советника губернатора Он вновь вернулся в губернскую управу Где начинал служить Но теперь он уже возглавил второе хозяйственное отделение А второе хозяйственное отделение Это что входило в полномочия? В полномочии были очень широкими, потому что практически проверял он все И деятельность его распространялась не только на Вятку, но и на Вятскую губернию И бывали такие ситуации, когда ему приходилось и за пределы Вятской губернии выезжать То есть много вопросов приходилось решать Салтыкову Это были и ведомственные, и хозяйственные дела соответственно То есть он контролировал, проверял, фиксировал Известно, что Михаил Евграфович был человеком очень трудолюбивым И многую работу брал на дом, что называется Прямо сохранились воспоминания о том, что у него там кипы бумаг В том числе в его доме были, и он работал, не покладая рук Ну и вот, когда посетители приходят к нам в музей Они очень интересуются подлинными экспонатами К сожалению, мебели Салтыкова не осталось, потому что при отъезде он все распродал То, что было им куплено Но мы показываем всем большой письменный стол, который находится у нас в первом зале И говорим, что если не за этим, то за подобным столом Салтыков как раз и работал в губернской управе То есть вы не уверены в этом? Такие столы специально изготавливаются для чиновников высокого ранга И места для бумаг там как раз очень много Давайте поговорим о жилище, в котором остановился Михаил Евграфович Это современный адрес, все мы знаем, Ленина 93 Первоначально считалось якобы, что у Салтыкова было несколько адресов В момент прибытия Салтыкова в Вятку губернатор был болен Он к нему не вышел, попросил полицмейстера распорядиться Середа как раз таки Середа не вышел, да И Баумгартен, полицмейстер должен был распорядиться судьбой Салтыкова И первоначально его поселили в номерах Купчей Херепиной Там сейчас располагается магазин Тульпан напротив Тюза Это было в мае, если Салтыков в мае прибыл сюда Ну а соответственно где-то уже в июне или в июле Как раз издавался тот самый дом Раша В здании которого сейчас располагается музей Именно полицмейстер и подсказал Салтыкову, что если есть деньги Если есть возможность снять, то сдается довольно таки неплохая квартира Надо поясню, речь идет о доме баварского фабриканта Ягана Христиана Раша Который был в вятке в качестве мещанина И дом-то этот был как раз таки очень молодой, очень новый Он его только что построил Для сдачи в наем Это был доходный дом То есть Раш в этом доме жить сам не собирался Собирался сдавать его в наем И первым жильцом этого дома как раз и стал ссыльный чиновник Салтыков Который все годы ссылки, именно 7,5 лет провел в этом доме Что представляло тогда собой это помещение? Сколько комнат он занимал? Была людская, насколько помню? Дело заключается в том, что мы в 2018 году в принципе отмечаем две даты 170 лет со дня прибытия Салтыковой в вятку И 50 лет с момента основания музея в доме Раша То есть музей был открыт в 1968 году, когда дому исполнилось 120 лет А до открытия музея это был жилой дом в принципе И может быть даже и была нарушена планировка комнат Возможно он переделывался, перестраивался Но она сейчас воссоздана И вот когда мы проводим экскурсии, мы говорим о том, что с момента постройки дома Как раз и сохранилась планировка комнат, которые располагаются по принципу анфилады Чтобы сохранить тепло печей И назначение этих комнат мы определяем точно Столовая, гостиная, кабинет, спальня Четыре комнаты принадлежали чиновнику В пятой располагалась людская Там жили слуги И сейчас в этом зале, в этой комнате у нас работает зал сменных выставок Известно ли, много ли было прислуги у Салтыкова? Первоначально он приехал из хорошей семьи Из дворянской, богатой дворянской семьи Две тысячи душ, по-моему, было крепостных у семьи Семья была богатая Потому что, конечно, очень много усилий к этому приложила его мать Ну и когда он отправился в ссылку, он привез с собой одного слугу Это был дядька Платон из дома матери Соответственно, он с ним и проживал Ну и затем обстоятельства изменились Потому что город, наверное, дорог ему в какой-то степени был тем Что он здесь познакомился со своей будущей женой Ну, об этом мы чуть позже безусловно поговорим И надо сказать, что именно в последний год ссылки Когда он состоял на линии жениха Мать прислала ему красивую дорожную коляску Коммердинера Григория Еще был взят кучер И все они как раз и проживали в людской Которая примыкала к его спальне Они следили за своим барином Ухаживали за ним во время болезни Но через комнату слуг он не ходил никогда Ходил только через свои апартаменты И даже когда мы, в общем-то, строение дома просматриваем Мы видим, что дверной проем, ведущий в людской Он гораздо ниже, чем дверной проем господских комнат То есть нужно было наклоняться Ну, соответственно, да Поклон отвешивает Не настолько низок Но сразу же чувствуется, что там уже помещение совершенно другого рода А приусадебное хозяйство было какое-то? Трудно сейчас сказать, что было здесь на усадьбе Но, соответственно, скорее всего Зимой пища готовилась в людской Там, наверное, стояла русская печь Потому что в комнатах чиновника Там располагались две печи-голландки Они у нас, в принципе, сохранены Но мы ими, конечно же, не пользуемся А в каком они сейчас состоянии? Ну, они у нас в приличном состоянии Приличном, то есть если ими воспользоваться по назначению Не знаю, что из этого получится Потому что сверху Это металлическая печка, соответственно Почему? Голландская печь А штукатуренная Раньше она вообще была обложена кафельной плиткой Нет, это высокие голландские печи Да, конечно Также на усадьбе есть летняя кухня Которая сейчас у нас пристроена веранда Скорее всего, в летней кухне летом готовилась пища И она заносилась в дом Ну и так как Салтыков пользовался лошадьми То, очевидно, там и каретный сарай был И конюшни, то есть были рабочие постройки Современники вспоминали, насколько я помню О том, что был у Салтыкова очень скверный характер По отношению к своим слугам И те, кто приходил к нему в гости Вспоминали, что он нередко так очень жестоко обращался с ними Так вот, в том-то и дело, что характер был очень противоречив Получается так, что ратуя за судьбу народа Вроде бы, что плохо ему живется и так далее Но, тем не менее, по отношению к слугам Действительно, он и жесток бывал И все, тут сказался, наверное, нрав его матери В какой-то степени И даже вот с дядькой Платоном Он тоже жестоко обращался А прям вплоть до физического воздействия? Ну, это я не могу, конечно, сказать Но, тем не менее, вольная ему потом была дана Но, когда он собирался дать вольную Платону Он к матери обращался с этим вопросом И сказал, что если вы будете против То я этого делать даже и не буду Вот это, да, характер у него был тяжелый Ну, я, да, читал, что прям вот те гости, которые к нему приходили Иногда его упрекали, как-то отдергивали Мол, будь ты любезен как-то помягче быть со своей прислугой Не знаешь, насколько это воздействовало на него Любил ли посещать какие-то места в Вятке? Бывать в гостях? Бывать в гостях, конечно, любил Любил бывать в гостях Но и если говорить о местах, которые любил посещать Салтыков То это, конечно же, Александровский сад Потому что губернское управо как раз и располагалось Недалеко от Александровского сада Соответственно, и в обеденный перерыв Чиновники как раз в Александровском саду и гуляли И вот есть вероятность, что, может быть, там впервые А может быть, в благородном собрании он увидел Лизочку Болтину Может, говорят о том, что первая встреча как раз и произошла На дорожках Александровского сада Он заинтересовался ею Это одно из любимых мест Салтыкова Ну, перед тем, как к Лизе Болтиной подойти Это, собственно, одна из дочерей Из дочерей-близняшек, да? Да Его непосредственного начальника, Болтина, вице-губернатора Говорят, приписывали ему всевозможные романы В тогдашней вятке В том числе и некоторый адъюльтер Чуть ли не с супругой губернатора Да, есть такие сведения Расскажите поподробнее Подробности, конечно С Натальей Николаевной середой У него были довольно-таки близкие отношения И еще, наверное, ряд дам пользовались его благосклонностью Молодой человек, хорошо воспитанный, образованный Относительно приемов, которые он мог устраивать у себя дома По законам того времени Так как он здесь был молодым, неженатым человеком И так как в доме не было взрослой хозяйки Ни жены, ни матери, ни тетки Он не имел права принимать дам Не имел права принимать семейные пары у себя в гостях Принимал только холостых молодых людей И так как обеды в основном готовил дядька Платон То когда гостей в доме набиралось много Дополнительно приглашалась кухарка Ну а после обеда, соответственно, все переходили в гостиную Их любимым времяпровождением была карточная игра О, азартный был? Да, азартный Он был очень азартный игрок Ну это вот такие правила приема в доме Салтыкова Это как раз, наверное, входило в рамки полицейского надзора За ним же следили, чтобы он соблюдал определенные Что еще запрещалось, если уж на эту тему говорить? Ну я конкретно не скажу, конечно, что еще запрещалось Но вот вы указали адрес дома Раши Ленина, 93 И, по сути дела, мы сейчас как раз и постарались сохранить дом Именно в том состоянии, в каком он, в принципе, и был Но и рядом с домом, конечно, находилась полицейская будка Потому что он был поднадзорный И наблюдение за ним, соответственно, велось Прямо рядом с домом, там сидел реальный полицейский И наблюдал, когда уезжает, когда приезжает, с кем общается и так далее Ну и потом, наверняка, доклады вышестоящему начальству писались Ну хорошо, давайте к Лизочке Болтиной Которой на момент знакомства с Салтыковым было 12 лет Ей и ее сестре 12 лет Ну, как я уже сказала, начал служить Салтыков в Вятке при губернаторе Середе А в 1851 году в Вятке поменялась власть На место губернатора Середы приехал Семенов А вице-губернатором стал как раз Аполлон Петрович Болтин Который привез с собой двух замечательных дочерей-близнецов Анну и Лизу И в письме к брату Дмитрию Салтыков написал Что познакомился с двумя примиленькими девочками Одна из которых умнее, другая пригляднее То есть красивее То есть в одной красота, в другой сообразительностью Да, и когда у нас бывают на экскурсии школьники И мы им задаем этот вопрос Как вы думаете, на какой из них женился Салтыков? На умной или на приглядной? Они все говорят на умной На умной? Да И горько ошибаются Но на самом деле женился он на приглядной Как развивались их отношения? Ну, во-первых, вы уже сами сказали, что Болтин был непосредственным начальником Салтыкова И поэтому по делам службы Салтыкова приходилось посещать квартиру Болтиной Там он мог видеть сестер Но он относился к ним как к маленьким девочкам И, в принципе, даже не возникало у него никогда такой мысли Что одна из них может стать его невестой И вот мнения здесь расходятся Или говорят о том, что у нее внимание в Александровском саду обретил Или же есть еще второй вариант Что в благородном собрании был дан бал А девочки были неплохими пианистками И когда, значит, соответственно, он услышал игру за роялем И увидел сестер Вот тогда он обратил внимание Салтыков наверняка сам тоже музицировать умел Да, конечно, обязательно Потому что вот в гостиной Как раз во второй комнате нашего дома Там есть у нас фортепиано Как раз мы говорим о том Что весьма вероятно, что Салтыков сам играл на этом музыкальном инструменте Играли его друзья Итак, знакомство состоялось Ну и, соответственно, обратив внимание Он пишет брату письмо Он начинает ей увлекаться Впервые он ее увидел в 1851 году Как вы уже сказали Она была еще маленькой девочкой Ну а посватался к ней он в 1853 В первый раз Но Болтин в это время в Вятке уже не жил Он был переведен во Владимир И Салтыкову было отказано Так как Лиза была молода То есть Михаил поехал во Владимир Ну, может быть, писал Может, писал Писал, просил Потому что он состоял с ней в переписке Ему было отказано И причиной была именно как раз молодость Лизы Но он не отступил И, соответственно, значит Вторая попытка сватовства Состоялась уже в 1855 году И здесь он получает разрешение на брат И мы говорим о том Что в 1955 году он получает разрешение на брак И именно в этом году он покидает Вятку Хотя первоначально Предписание было отправить в ссылку Без указания окончания срока Считается, что мама Михаила Евграфовича Была против этого брака Против брака была Потому что она не того происхождения Не ровне, что называется Сына Михаила Ну и прежде всего Разрешение на брак он получает В 1855 году Но свадьба состоялась в Москве В 1856 И вот всегда у нас экскурсантов Именно настораживает этот момент Что, значит, в ссылку он был отправлен Без указания окончания срока И вдруг почему-то в 1855 году Он покидает Вятку Тоже помог ему освободиться А ответ был такой Что не случайно Я уже упоминала, что он заканчивал То же самое учебное заведение Где учился Пушкин А у Пушкина осталась вдова Которая во втором браке Носила фамилию Ланской И по делам службы своего мужа Наталья Николаевна Ланская Именно в 1855 году Оказалась в Вятке В честь приезда вдовы Пушкина В Вятку в благородном собрании Был Донбал На котором ей представили Салтыкова И сказали, что здесь отбывает ссылку Литератор из Петербурга И вот в память о своем первом муже Литераторе Пушкине Она попросила Ланского похлопотать О судьбе Салтыкова Вернувшись в Петербург Он это сделал И 24 декабря 1855 года Салтыков покидает Вятку навсегда Получив разрешение жить И служить там, где ему пожелается В общем эти события Стремительно развивались Буквально несколько недель прошло Как Ланской за него похлопотал И уже вот в начале зимы В декабре 1855 года Михаил Евграфович Отбыл Покидал спешно 24 декабря Покидал спешно, говорят Бежал 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 Устал Дайк не ожидал Наверное Такого Конечно Да Ну и соответственно У всех напрашивается вопрос Почему же Если он в 1855 году Получает разрешение на брак До конца Буквально 1855 года До живой отвятки И почему-то на Лиде Не женится А свадьба уже состоялась На будущий год В 1856 году В Москве Летом А ответ был простой Оказывается Дворянину того времени Для того, чтобы жениться В доме нужно было иметь Еще отдельную комнату Для жены А так как в доме Здесь было всего Пять комнат И комнат для жены Здесь не было То быт свой в вятке Он менять не стал Свадьба уже состоялась Как раз в Москве В 1856 году Ну и вот Вы задавали вопрос Как отнеслась мать К этому браку Да Она была против Она по сути дела Дала разрешение на брак Ему Но особой радости Не выразила В общем холодность В отношениях Она заключалась в том Что сама Она вышла замуж За отца Салтыкова Она была из купеческой семьи Соответственно А Евграф Васильевич Потому и решил Жениться И взять жену Из купеческой среды Потому что он Расстратил свой капитал И вот Сама Ольга Михайловна Очень быстро взяла Хозяйство в свои руки Все это восстановила С деловой хваткой была И поэтому сын ее Конечно был очень богат И она была противницей Этого брака Потому что по сути дела Лиза была бесприданницей Она была дочерью Вице-губернатора Но вице-губернатор Лицон означаемое Особых денег У Болтина не было То есть приданого Большого не было И поэтому она По сути дела Выразила мать Салтыкова Я имею ввиду Выразила неудовольство Отношению к этому браку И на свадьбу В Москву она не поехала Заявив Залетела ворона В барское гнездо И надо сказать Что ведь Все годы ссылки Именно мать Оплачивала Пребывание Салтыкова В этом доме Он же его снимал Он не зарабатывал На него Жалование у него было Невелико 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 И позволить себе Такую роскошь Он не мог Потому что Снимать целый дом И более того Проживая в Петербурге Он был известным франтом Он очень хорошо одевался И поэтому В общем-то Весь его быт И был построен На петербургский манер Так как мать И присылала ему Даже Вплоть до того Что нижние рубашки Из Петербурга От лучших портных И когда Ее постигло Такое известие Что он собирается Жениться Вот на Лизе Болтиной Которая не имеет По сути дела Капитала То она Ему отказала В материальной поддержке Заявив Что если ты женился На беспреданнице Содержи ее сам И поэтому После ссылки Салтыкову После вязкой ссылки В первую очередь Конечно Пришлось служить А потом уже и писать Он понимал Что для того Чтобы жить семейной жизнью Ему нужны деньги Ну Насколько известно У Михаила И Елизаветы Долгое время Не было детей Да 17 лет 17 лет Долгое время Да Детей было двое В семье Родились они поздно Практически друг за другом Дочь Елизаветы И сын Константин Которые впрочем Себя ничем другим Не прославили Кроме того Что были детьми Великого писателя Но умирая Именно сыну своему Константину Салтыков Паче всего на свете Завещал Любить родную литературу Которую он посвятил Всю свою жизнь Сын был журналистом Вот о литературе Как раз Литературном наследии Давайте поговорим Уже после небольшой Рекламной паузы Напоминаю Что мы говорим О пребывании Михаила Евграфовича Салтыкова Щедрина В нашем городе В Вятке В ссылке С 1848 года По конец 1855 Вернемся Через полторы минуты Сделано в Вятке Елена Черкова Заведующая музеем Салтыкова Щедрина В нашем городе Напоминаю Это гости программы Сделано в Вятке Давайте к литературному Наследию Перейдем Михаила Евграфовича За время пребывания Собственно в Вятке Ну надо сказать о том Что находясь в Вятке Салтыков ничего не писал Я имею ввиду Литературные произведения Потому что он Как раз и был сослан За написание Литературных произведений Ну и вот И за этом тоже Полицевестер следил Так И поэтому Тут Времени на это У него не было Скорее всего А корреспонденция Кстати Михаила Тоже наверное Перечитывалась Наверное Пересматривалась Возможно и так Вот Поэтому по сути дела Мы так и говорим Что пусть он Ничего не писал Но какие-то Заметки Наблюдения Это очевидно Все было Вот И еще надо сказать о том Что находясь в Вятке И возглавляя Второе хозяйственное отделение Он здесь провел Две сельскохозяйственные выставки В 1850 И в 1854 году И вот отчеты По этим выставкам Как раз и можно считать Его своеобразными Литературными опусами Потому что других Литературных произведений Никаких не сохранилось А что в них отображено Можно поподробнее Ну отчеты Отчеты Там сколько засеяно Почему Тут ведь Практически Если выставки были Здесь Были продемонстрированы И предметы И изделия И не обязательно Сельхозпродукция Вот у нас в музее Как раз экспонируются Значит Два плетеных полукресла Которые выполнены были Скорее всего Вятскими умельцами Две вышивки его Вышивка цветочницы И итальянские дворики Мы говорим о том Что эти предметы Могли быть на выставках Представлены То есть практически все Что было сделано Витя Герцен До Салтыкова Уже выставку в Вятке Проводил Которую посещал Занимался подобным Да Наследник престола Поэтому вот Хотя ничего не писал Но наблюдения Конечно были Потому что ведь Сразу же практически После ссылки В 1855 году Он покидает Вятку А ровно через год В Петербурге Уже выходит его первое Крупное печатное произведение Сатирического плана Написанное по мотивам Вятской ссылки Называет он его Губернские очерки Ну и когда Вятское купечество Эту книгу прочитало Многие из них Конечно были возмущены Потому что они С таким радушием Принимали у себя В гостях Столичную штучку А он их Сатирически изобразил Узнали самих себя Конечно На что Салтыков отвечал Что он никого Не хотел обидеть А просто создавал Типические образы И вот кстати Когда это произведение Вышло в печати То оно было подписано Не родовой фамилией Салтыков А никому неизвестным Вымышленным именем Щедрин Давайте напомним О происхождении Вот этого термина И почему Значит появилось Это вымышленное имя Псевдоним Как мы сейчас Привыкли говорить Об этом Потому что чиновникам Печататься не разрешалось А после ссылки Салтыкову В силу Вышеизложенных обстоятельств Пришлось в первую очередь Служить А не писать Поэтому он прекрасно понимал Он уже один раз Оказался в ссылке За написание Литературных произведений Поэтому знал Подпишись он снова Родовой фамилией С ним будет то же самое А почему мы именно Здесь говорим О псевдониме Потому что считается Что его приобретению Он обязан вятской земле Так как по делам службы Я уже упоминала Салтыкову приходилось Выезжать из-за предела Вятской губернии И однажды В Казанской губернии Он расследовал Дело по расколу Фигурантом которого Был старообрядец Купец Трофим Щедрин Ну и вот при расследовании Этого дела Его настолько поразил Образ этого человека Силой своей непоколебимости Уверенности в правоте Что есть версия Что когда настало время Выбирать псевдоним Он воспользовался Фамилией этого купца Но есть еще и вторая версия Что данный псевдоним Подсказала ему Жена Елизавета Болтина Дескать Щедрин от слова Щедрый А есть еще и третья версия Что просто в доме матери Было очень много Крепостных крестьян По фамилии Щедрины Поэтому он себе Такой псевдоним и взял Это все версии Которые трудно подтвердить Ну не знаю Считается Основной это все-таки Наверное первая версия И у нас даже Есть экспонируется Первая обложка Губернских очерков Где написано Что как раз Собрал и издал Салтыков А автором является Якобы Щедрин Вот Ну и при жизни Вначале он подписывался Просто Щедриным А при жизни уже потом Произошло присоединение Псевдонима к фамилии И есть ряд исследователей Которые считают Что после смерти Произведения были так подписаны Нет Это при жизни Через Дефис Да Дефисом Как бы двойная фамилия Салтыков Это родовая фамилия его А Щедрин псевдоним То есть И сейчас мы читаем Уже произведения Салтыкова Щедрина А каких-то отдельных записок Или не знаю Писем не сохранилось Что вспоминал о Вятке Михаил Или вот этот труд И все он считается Что написан по мотивам Почему Ведь и в произведениях Более позднего периода Там идет упоминание О Вятке Конечно Потому что Ведь семь с половиной лет Не могли пройти даром И соответственно Можно даже сказать Семь с половиной лучших лет От двадцати до тридцати лет Двадцати двух до двадцати девяти лет Это практически как раз Пора Рассвета И в общем-то Наверное Сыновление Вот этого фундамента Но Тем не менее И в более поздних произведениях Конечно Вятская тема проскальзывает И еще отрадно отметить то Что и губернские свои очерки Он как раз начинает словами В одном из далеких Угаков России Есть город Который особенно Мило говорит моему сердцу Так он отзывается О Вятке А в произведении Воспроизводит ее Под названием Крутогорска Вот И пейзаж Вот этот Сейчас к сожалению Конечно мы не можем Видеть всей этой полноты Потому что Все эти красивые храмы У нас сейчас уничтожены Но Ну не все Там-то им откроется Городской сад Ну и практически все эти Замечательные храмы Которых мы сейчас уже не имеем Вопрос Я все-таки хочу озвучить в эфире Задавала мы в перерыве Потомки Михаила Евграфовича Известно ли Остались ли В современности Люди кровью Связанные с писателем Ну вот Я уже сказала Что в семье было двое детей И в принципе Вот О прямых потомках Сейчас мы даже и не скажем Потому что Сын его не был официально женат Дочь несколько раз Выходила замуж Но По сути дела Мужья ее были иностранцами Поэтому скорее всего Когда проживал за границей Да Скорее всего Наверное надо Хорни искать там Вот Но в большей степени Может быть Об этом знают Сотрудники музея Который Тоже И является Музеем довольно значимым Хотя Надо сказать о том Что наш музей Открывался первым в стране Но на родине Салтыкова В селе Спасугол Сейчас это Толдомский район Московской области Музей есть В церкви Которую закладывала бабушка Салтыкова Достраивал отец Там музей существует Вот В какой-то степени Может быть сотрудники музея Поддерживают связь А когда напомните Салтыков получил признание Вот такого мастера пера Сразу же после выхода этих очерков Или По прошествии какого-то времени Заговорили о том Что вот это Ну ведь и губернские Это очерки Конечно Сразу же нашли отклики В критике И все И надо сказать о том Что Неоднократно Салтыков Прекращал свою служебную карьеру Занимался литературной деятельностью Поэтому имя его В литературных кругах Конечно же Было известно Но ведь Большей частью Вот туристы Приезжающие к нам У них Всегда один вопрос Самый первый Что Не по мотивам Левятской ссылки Написана история Одного города История города Глуповой Все время задают вопрос о том Что Вятка это и есть город Глупов Это конечно же не так Вот по мотивам Вятской ссылки Написаны губернские очерки Ну а городом Глуповым Как тогда Так и сейчас Может быть любой город России Вот И соответственно Позицию работников музея Вот И поэтому Конечно Творчество Салтыкова До сих пор И актуально И современно И вот вы спрашивали О том Будут ли проводиться В честь Юбилея Прибытия Салтыковой Вятку Какие-либо мероприятия В нашем музее Конечно будут И в конце апреля Открывается выставка Которая так и называется Город Который как-то особенно Говорит моему сердцу Где будут представлены Работы По Салтыковской теме Наших кировских художников Которые хранятся В фондах Кировского областного Краевического музея Работы Современных художников И надо сказать о том Что У нас есть молодой В общем-то Художник Ну признанный Наверное Сейчас мы уже скажем Максим Наумов Его проект Салтыкиада Который Он звучал В эфире нашей радиостанции Уже практически И по Кировой И по Кировской области 2016 года Потому что В 2016 году Отмечался Юбилей Салтыкова Ему исполнилось 190 лет И вот с этого времени Максим Наумов Работает в Салтыковской теме И в нашем музее Много работ Этого художника Вот Скульптурные работы На здании присутствующих мест Утономлен бюст Салтыкова Как раз в день Его юбилея Вот Проект Борельефа Салтыков Ищедрин У нас в музее Стоит И художник Надеется на то Что На усадьбе Этот Борельеф Появится То есть И по сути Дело То же самое Вот обращение К этой теме И к истории Одного города Тоже есть И художники Караваевы Изобразили Героев Салтыкова Ну и надо сказать Что на этой выставке Которая откроется В нашем музее Будут представлены Работы Кировских художников И чем еще Эта выставка Хороша Там будут Представлены Работы Выпускник Работы Студентов Художественного Училища Имени Рылова И юные Участники Различных Художественных Студий Тоже будут Выставлять Свои работы На этой выставке Да Номинации Будут такие Соответственно Темы Такие Это Вятка Времен Салтыкова Также Окружение Салтыкова И Герои Его Произведений И надо сказать Что мы сейчас Эти работы Отбираем Выставка Будет Не просто Выставка Это будет Конкурс Проводится Конкурс И в состав Жюри Войдут И художники И Максим Наумов Обязательно Войдет Мы будем Отбирать Победителя Ну и соответственно Награду Свою Победитель Уже Получит На заключительных Мероприятиях Которые будут Проводиться В музейную ночь 18 мая 18 мая А давайте Конкретные Назовы Конец апреля Вы сказали Начало выставки Да Выставка Открываться Будет 27 апреля 27 апреля Она будет открыта Там будут Представлены Работы Эти художественные Работы То есть Мы сможем Погрузиться В мир Салтыкова Как раз Посредством Изучения Этих художественных Работ Аспект Будет Очень широкий Вот Но надо Сказать Что Молодое Поколение Откликнулось На наш призыв И работы Вот относительно Изображения Героев Произведения Салтыкова Очень даже Неплохие И Салтыковская Вятка Тоже очень Хорошо прозвучала В этих работах Поэтому мы Ждем Конечно же Ждем И жителей Нашего города И гостей Нашего города Я думаю Что Представителям Разных поколений Возрастных Я имею ввиду Эта выставка Будет интересна А возрастное ограничение Ноль плюс Ну наверное Участники Нашего конкурса Это уже по сути Ну не с младенчества Конечно Дети Начиная с 7-летнего возраста Уже принимают Участие В конкурсе Конечно Спасибо большое За этот экскурс В историю Связанный С Михаилом Евграфовичем Салтыковым Щедриным Спасибо Елена Черкова Заведующая музеем Соответствующим Всего доброго До свидания До свидания Всего хорошего Сделано в ветке Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok